Да, веншуем, прежде всего, с Днем на Родину. Это, конечно, не самые легкие часы в Беларуси. Как вы отшиваете себе этот день? Это для вас является святым? Что можете сказать? День рождения на приоре праздник, но на самом деле мы никогда в день рождения не праздновали как-то грандиозно, потому что я не любитель внимания к своей персоне, все всегда было скромно. Мне было достаточно, что меня поздравляют мои родные, муж, дети, и так в тихом семейном кругу обычно праздновали. А как в этом году? Это уже другой год в Литве, в Вильне. Что в этот год вы хотели бы? Не вогали, какие подарки любите отрымовывать? Что именно это для вас цикало? Те уже нечто отрымали, может быть посуд, те книги, те некие вандровки, нечто незвычайное? На самом деле самое большое, что я жду сейчас, это поздравления от мужа. Письма не получила, хотя уверена, что он его отправлял. От людей, которые мне за этот год стали близкими, их миллионы, белорусов, я получаю поздравления и всех благодарю за такое внимание к себе. Опять же, ничего грандиозного не будет, потому что это не то время, когда нужно праздновать дни рождения. А вот как изменилась ваша жизнь за этот год? Что больше вас удивило, шоковало? Ну, об этом уже не раз говорилось. Что шокировало, это жестокость режима по отношению к белорусам. И что удивило, удивила стойкость, героизм наших людей. И на такой период времени, когда ты больше ни о чем другом думать не можешь, о людях, как помочь, как достать людей за решетки. То есть на это все сейчас, вся моя энергия направлена. Вот за этот год шмат у вас новых перемоев, новых вандровок, новых поездок. Такие новые форматы життя для вас? Як, вот, те, ну, не докучили вам такие, ведьми насыщенные, те не стомились? Ну, конечно, все это и поездки тяжело переношу разлуку с детьми, но понимая все обстоятельства, которые вынуждают меня работать в таком режиме, тут уже, даже если устал, ты на это не обращаешь внимания, просто идешь дальше, потому что ты знаешь для чего ты это делаешь. И я уже говорила, что я хочу домой, к мужу и жить спокойной жизнью. Но, к сожалению, так вот пока не получилось, но я делаю все возможное, чтобы вместе с белорусами быстрее этого достичь. Как это год прошел для вас, для детей? Дети очень тяжело адаптируются к жизни без папы. И жить в чужой стране, которая стала на данный момент вторым домом, все равно сложно. Скучают по одноклассникам и хотят домой, естественно. Но мы там, где мы есть, и я делаю все возможное, чтобы у детей моих было детство. Если не отшиваете, вы за этот год такая ситуация склалась, что, ну, может, вы подманули белорусов, потому что шмат разов сказали про перемогу с уладами, которые должны начаться на даты называли? Даты мы никогда не называли. Мы называли май тогда, начало переговоров. Мы делали все, чтобы организовали эти переговоры, платформу, площадку. Но тут, знаете, нужна заинтересованность двух сторон. И мы продолжаем на этом настаивать. И все наши и визиты, и инициативы, они направлены на то, чтобы принудить режим пойти на эти переговоры. Вы знаете, люди, которые вокруг режима, они будут называть, и бизнесы уже обращаются к нам с попытками установить контакт, как они могут быть полезны. То есть там тоже происходят процессы. Они, наверное, невидимы глазу, их тщательно скрывают, но они идут. Очень тяжело людям, белорусам, потому что, ну, легко, наверное, руководить, когда у тебя есть репрессивная машина. Ну, люди в стойке, люди продолжают бороться, но и режиму не сладко. И там все понимают, и тоже уверено, что тяжело работать и в режиме сейчас, учитывая ситуацию. Як вы зараз бачите ситуацию, вось, больше за год змагания, что за этот год удалось вось белорусскому народу, вось, офису, домогчисися? Белорусскому народу удалось с огромными потерями, но выстоять и, более того, структурироваться, самоорганизоваться. Конечно, люди больше понимают, что от них все зависит. Никто не сделает за белорусов всю работу, никто не свергнет режим, кроме нас самих. И каждый понимает необходимость участия каждого в этом процессе. И это ответственность. Ответственность, которую каждый берет на себя. Вы, может, хотели бы нечто пожелать белорусам в ваш день на роде? Я желаю стойкости духа. Помните, не забывайте, что мы все вместе. И всегда помните слова Сергея. Только вместе мы сможем построить страну для жизни.